Добрый день! Вы слушаете Моторадио, у микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях мотоклуб Bedouins MC. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте я вас представлю по очереди. Конечно же, это президент Максим Григорьев, он же Элвис. Вот как хорошо мне нравится вообще, когда приходят представители разных мотоклубов, у них всегда на жилетках написано, кто они. И в принципе, поскольку я вообще иногда забываю, как кого зовут, можно всегда прочитать это. Максим, он же Элвис. О том, почему, собственно, Элвис мы поговорим, может быть, попозже. А второй участник сегодняшнего разговора это Константин Майор. Ну, не знаю, это имя или фамилия, или что это? Нет, это ни то, ни другое. Дорожный капитан, в слову. Дорожный капитан. Ну, пусть будет майор. Хорошо. Во-первых, Bedouins MC для меня лично это новое абсолютно что-то такое. Вот название я впервые узнала о вашем существовании, только посетив открытие мотосезона, которое прошло пару недель назад в Санкт-Петербурге. И, естественно, любому клубу, который сюда приходит, я всегда задаю этот вопрос. Вообще, откуда вы появились? Как вы появились? Что это за клуб? Сколько лет он существует? Я знаю, о количестве участников спрашивать нельзя, поэтому не спрашиваю. Ну, мото-клуб уже существует 11 лет. Нам буквально на Первомайске недавно, получается, 11 лет исполнилось. Образовался он как MCC в первую очередь. И из старого состава, к сожалению, никого не осталось. Все как-то так разбежались. Может, потому что не проходили каждый... Ну, всю иерархию постепенно, как мы по ступенькам проходим. А в MC мы буквально второй год, получается. А не слышали... Ну, потому что у нас всегда была основная прерогатива путешествия. И как бы в городе мало кто там сидел что-то. Ну, всегда ездили в дальние поездки, путешествовали по России. Я зашла в ваше сообщество ВКонтакте, посмотрела очень внимательно. Оно так у вас довольно скудно обновляется. Видимо, это не самое главное в вашей жизни. И вы большей частью, может быть, общаетесь в реальной жизни, нежели в онлайн. И прочитала я, что действительно, это те люди, объединение людей, которые любят путешествовать, которые рады знакомствам с представителями клубов и с вольными мотоциклистами, независимо от чего. В общем, такие друзья всем, получается. Ну, в целом, да. Вообще, почему мотоклуб вдруг ни с того ни с сего решил стать MC? MC, насколько я понимаю, это более такая строгая иерархия, более строгая структура. Зачем вам, свободным людям, которые любят путешествовать, которые не объединены ни по каким признакам, скажем, там, ни по наличию какого-то мотоцикла или еще чего-то, незамечены ни в чем плохом, во всяком случае, почему вдруг решили стать MC? Ну, для порядка, в первую очередь. И потом, даже будучи в MCC, мы старались поддерживать порядки именно MC клуба внутри. Боролись, скажем так, за качество людей, потому что по любому члену твоего клуба судят о всем клубе. Если он где-нибудь как-то так плохо себя может, если можно так выразиться, поведет, но, соответственно, о всем клубе так же будут думать. То есть, получается, были прецеденты? Ну, слышали, что были еще до нашего прихода в этот клуб. Скажите, а вы все новички в мото-клубе, то есть до этого вы ни в каких других не были в сообществах? Ну, как мое мнение, если ты пришел в клуб, то ты должен в этом клубе быть тогда уже до конца, если уж ты дошел и до мембера. До конца чего? Ну, в своей жизни в этом клубе. Ну, а если ты решил уйти из клуба, ну, соответственно, переходить в другой клуб, ну, наверное, не совсем может быть правильно. Хотя, ну, кажется, свое, на этот момент сменения. Ну, в общем-то, я слышала тоже такое мнение, что туда-туда приходят и уходят только вперед ногами. Ну, я знаю, что есть люди, которые уходят из клубов, начинают свободную жизнь, оставаясь при этом, может быть, даже мотоциклистом. И я даже слышала, что есть президенты, которые уходят из клуба. Такое случается. Не, ну, это у каждого человека свой выбор, кто хочет. Ну, мы тоже не совсем новички. Каждый из наших членов, наверное, уже лет по семь в этом клубе точно, если не больше. А вообще история мото-клуба началась еще до того, как вы пришли в него, да? То есть, были какие-то традиции, наверное, свои? Какая-то концепция или как это называется? Идея, которая объединяет что-то? Было же такое у вас? Ну, вот основная идея, конечно, это путешествие, да. Было свое небольшое маленькое мероприятие, но, соответственно, это было в деревне бывшего нашего президента. Поэтому, когда он ушел, соответственно, это мероприятие тоже у нас закрылось. А, то есть, мото-клуб раньше проводил что-то, да? Ну, это было далеко, за 500 километров от города. Там, в Тверской области, в заброшенной деревушке. Сейчас работаем над новым. А, то есть, все-таки есть идеи, да? Да, конечно. Да, конечно. Когда вы впервые сели мотоцикл? Когда он появился в вашей жизни? Ну, наверное, как у большинства всех мальчишек в деревне, у дедушки был Урал. Ну, точнее, не Урал, а Днепр, да? И как-то все это было интересно и здорово на нем, когда тебя катали. Потом, когда вырос, всегда была мечта определенная. Ну, думал, может быть, это все где-то детство, где-то еще что-то. Но уже, когда было почти 30, и я все-таки купил все этот мотоцикл, то понял, что, ну, вначале поездил на Урале, опять же, в Калининградской области, наверное. Ну, а потом, да, понял, что это все-таки, мне этого хочется, мне это интересно. Я купил мотоцикл. После этого познакомился также с байкерами, с другими людьми. И, не знаю, наверное, где-то, как на многих, и сериалы повлияли в плане телевизора «Сынов анархии», как бы это смешно ни звучало, но все равно повлияли, так было интересно все-таки это попробовать. То есть привлек сам антураж именно в существовании клуба? Ну, где-то, да, не, ну, и потом, когда начинал об этом изучать, читать статьи, ну, да, это, как бы, в общем, идея понравилась. То есть до этого спрашивали насчет МС, ну, я вообще бывший человек военный, а, в принципе, как, насколько мне известно, все-таки МС-клубы, они так или иначе, у них иерархия устраивается такой, больше, ближе к военной тематике. Ну, или партийная ячейка. Ну, не совсем, нет. Ну, там тоже рекомендации, там, чтобы вступить, нужны. Ну, есть определенные правила, ну, у каждого клуба они где-то свои, но есть какие-то общеполагающие. Стало интересно, да. Потом познакомили меня с ребятами из бедуинов, и я с ними познакомился. Пару с ними съездил на вот мероприятия, которые тогда организовали. Было здорово, познакомились с людьми, и также с Костей Майором мы там познакомились. Стало очень интересно, и все, и я окунулся во все это. То есть, как я понимаю, вы сначала просто катались, были рядом, как это называется, у мотоклубов, когда это еще там проспекты. Ну, там немножко другая, все-таки у МСС немножко структура у них... Все проще немножко. Да, немного проще. Там появилось желание, тебе вроде сразу первые нашивки дали. Вот все, ты у них в роли суппорта. Год прошел, вот тебе дали проспекты. Потом какое-то время прошло, ты на дальнюю поездку съездил, тебе дали мембера. У них как-то попроще. Ну, и вот как-то втянулся. Ну, хорошо, я понимаю, да, действительно человек как военный, а вот вы можете, наверное, судить по тому, как люди к вам приходят в клуб, что ими движет? Ну, вот мы смотрим, Костя, как он пришел в клуб. Да, Костя, обязательно я спрошу, конечно. Константин, дорожный капитан мото-клуба Бидуинс МС. А вы расскажите о вашем первом мотоцикле, о первом мото-впечатлении. Как вы вообще стали мотоциклистом для начала? Первом мотоцикле я сейчас, наверное, не вспомню даже. Это, конечно, было в школе. Восход был у меня первый мотоцикл 2М. Ну, он был и сразу же прекратил, потому что мне родители запрещали. Сказали, нет, это опасно, это все никак. И, ну, как-то я там где-то бывал, все-таки катался чуть-чуть где-то с кем-то. Друзей было много, а так уже более серьезно, это уже когда женился, вырастил дочь и сказал, ну, наверное, уже можно, уже, наверное, я взрослый. Пора. Да, уже пора, это было 40 лет. Ну, вот, и я себе взял мотоцикл, он достит у меня был. Был я еще вне клуба, я так ездил вот сначала, присматривался, привыкал. Ну, а потом я понял, что одному ездить как-то вот не совсем, и начал изучать общую тематику. Вот мне, что такое клубы, да, чем они живут, и как сайты смотрел. И вот наткнулся на мото-клуб МСС, тогда он был бедуин. Вот, и приехал, а еще были в гаражах на Блюхера, там, да, вот, группа ребят. Субботник был, я помню, у них, они говорят, ты что, я говорю, ну, в клуб хочу вступить. Они говорят, ну, бери лопату, давай тут прибраться, убраться, то есть все, ну, поучаствовал, со всеми познакомился. И стали сразу проспектом? Нет, не сразу. Суппортом, да, наверное, я стал сразу суппортом, это первая, как бы, категория. Но мне сразу сказали, мы ездим, ездим далеко. Я говорю, я только за этим и пришел, я люблю ездить, мне нужно куда-то. И мы буквально через пару недель, наверное, мы уехали, ну, часть ребят уехала в Европу, а я до Бреста доехал с ними, потом через Украину в Крым поехал. Вот, нас двое или трое было там, в общем, это был первый мой такой дальний проезд, как бы, и я понял, это мое, вот это мое все. Вот это, мне нравится коллектив, мне нравятся отношения, мне нравятся ребята, мне нравится то, что мы ездим не просто по городу, да, вот именно далеко. Нет, меня вот удивляет, вот как же все-таки, вот вы именно выбирали клуб, то есть вы зашли в интернет, то есть вы лично даже не знали этих людей, получается? Конечно, не знал. Я почитал. Почему-то именно в этот клуб захотели. У МСС, там же есть, вот, у бедуинов есть сайт, сайт, помимо ВКонтакте, там, где мы, да, есть сайт, где описаны вот эти путешествия. И посмотрел, ну, смотрю, ребята там уже съездили куда-то, на Эльбрус они, да, ездили там в Белоруссию, еще куда-то думал, вот, и там маленькие их интервью были. Вот они пишут, да, мы любим ездить, нам нравится кататься, и вот это меня как бы вот и подтолкнуло именно прийти в этот клуб. И я когда первый раз туда, ну, приехал, я сразу понял, это мое, вот это мое. То есть вы действительно клуб путешественников, в отличие от некоторых клубов, ну, есть такие, которые, по-моему, больше заседают, и что-то устраивают. Всякие есть клубы, конечно. Занимаются длиннобоем. Хочу также по очереди, наверное, у каждого из вас спросить о самой длительной, самой, может быть, такой опасной, самой запомнившейся поездке из всех, которые были уже в клубе. Вот начнем с вас, Максим. Ну, у меня, наверное, самая пока длительная поездка, но она, опять же, я в процессе планирую еще дальше, но все упирается, как говорится, и во время, и финансы, и подготовку. Это на 8 тысяч я проехал, но я, правда, круг по, то есть доехал до Оренбурга, с Оренбурга через Саратов, по-моему, как раз, нет, вот это, как его, Геленджик, с Геленджика в Кабардинку, что-то потом, там ребята еще с моего тоже клуба приехали туда, мы в Таганрог еще съездили, ну, в общем, так вот, покружили, покружили, и вернулись обратно в Петербург. Ну, вот, потом вот мы с Костиком, да, еще с ребятами в Грузию съездили, тоже очень здорово, это, конечно, потрясающая дорога по военно-грузинской дороге, горы, здорово. Ну, пока все, из таких вот дальних поездок, ну, планирую как-нибудь до Байкала, может, дальше. За границу-то, как бывшие военные, долго был не выездной, особо нельзя было ни за гранд-паспорт, ничего сделать, когда сделал, ну, пока по местам былой славы прокатился в Калининградскую область, и вот такой ближний зарубежь захватил, Эстонию, Литву, Латвию так проехал. Все еще впереди, все дальние путешествия. Конечно, да, Константин, а у вас что было самое яркое воспоминание о такой поместье? Вы знаете, они все яркие, вот, они на самом деле все яркие, вот, любая поездка, если ее взять, да, ну, наверное, если говорить о самых ярких, это была, наверное, поездка в Норвегию на Нордкап, самая северная точка Европы, когда мы выехали из Петербурга, у нас здесь было 12 июня мы выехали, здесь у нас было тепло и жарко, то туда мы приехали, мы уже в Мурманске когда были, там снег на сопках лежал, нам парни там с Мурманска говорят, а вы куда едете? Мы в Норвегию, там снег, по колено еще, ну, мы уже едем. Ну, мы доехали туда, там действительно это была такая экстремальная поездка, очень экстремальная, снег. Это какой был месяц? Июнь месяц. А, июнь, то есть это самый, ну, вершины лета, полярный день, в принципе. Да, день-то может он и день, но там еще холодно, и, ну, и там сами норвежцы говорят, а у нас только к августу снег растает, как вы приехали так. Да, в июне светит черемуха, кстати, бывает. Я там тоже была на самом-самом-самом севере Норвегии когда-то, и тоже в июне, когда палило солнце целый день, но при этом было холодно. И, ну, и начинала свистеть черемуха где-то так уже к началу июля приблизительно. Мотоклуб Бедуинс МС в студии Моторадио сегодня. Мы говорим про путешествия, потому что это основная концепция этого клуба. Ну, в принципе, мне кажется, это основная концепция должна быть любого нормального мотоциклиста и любого клуба. Будь то МС или МСС или еще какой-нибудь клуб другой. Сейчас их много разных видов существует. Скажите, вот, пожалуйста, если все-таки есть определенные иерархии, есть определенные правила и порядки, есть ли какие-то мероприятия в клубе, во всяком случае в вашем клубе, на которых обязаны, скажем быть, все члены этого клуба? Или могут быть варианты, скажем так? Человек может не захотеть с вами, например, поехать в какую-то поездку. Обязательно. Есть ли обязательные программы и вообще, что будет с человеком, который не хочет, например, ехать или не может? Да нет, обязательных, наверное, нет таких, что прям все вот должны ехать. Нет, ехать должны, но не обязательно все. Ну, мы же все работаем, правильно? У кого-то там в июне отпуск, у кого-то в августе, там в сентябре, да? Но главное, чтобы ездили. Идеально, конечно, чтобы из клуба ехало хотя бы там, ну, 3-4 человека. Ну, так просто проще. Вот, потому что, мало ли, в дороге что-то может случиться. А так, чтобы обязательно вот это было, вот, нет. Единственное, что, ну, поездки они обязательно должны быть только для того, чтобы по иерархии как-то дальше продвигаться, клубные, да, там, обязательно должны быть какие-то дальние пробеги. Это обязательные условия. Ну, у нас в клубе это точно. Ну, скажем, мероприятие, вот было городское открытие мероприятия, вы были в колонии, вы были, участвовали в жеребьевке, и у вас там было свое определенное место. Обязательно ли всем было членом клуба быть на этом, скажем, мероприятии? И так случилось, что в нашем городе бывает несколько мероприятий по поводу открытия сезона, да? Да, скажем, например, клуб не собирается ехать на другое еще какое-то мероприятие, а один из членов клуба с какими-то своими другими друзьями, например, хочет поехать. Как это вообще? Возможно или нет? Нет, мы все обсуждаем на собрании, на клубном, правильно? И мы уже определяемся, что мы идем вот на это открытие, мы участвуем в этом открытии. Естественно, не все могут. Ну, просто в такой день там, да, ну, у кого-то там работа, да, ну, никак ему не уйти. Желательно, чтобы все были, ну, ну, бывает такое. То есть обязательно, вот, чтобы вот сто процентов, нет, такого нет. Да-да, все, все хорошо. Пропал. Да, многие же люди у нас посменно работают, да, и не всегда выходные на выходные выпадают, очень сложно. Ну, у нас вот было, когда мы проводили свое собственное мероприятие, то да, там, да, там было обязательно. Люди подстраивались заранее, они знали, когда будет. У нас такое мероприятие еще впереди, наверное, когда организуем, будет обязательно. Это когда клубное, да, когда что-то клубное, там, да, всегда. А вообще можно ли сказать, что у вашего клуба уже есть свои какие-то традиции и то, что отличает их от других клубов? Какая-то вот особенность, вот, есть ли? Или вы еще пока не придумали, вы еще в поиске этой такой суперидеи? Хороший вопрос такой, какая-то традиция. Ну, они, наверное, в каждом клубе есть какие-то традиции, но... Не знаю, сложно сказать, чтобы так прям вот какая-то была, да? Нет. Прямо такое-то, наверное, нет. Все-таки, да, основная цель... У нас очень многие мотоциклисты, байкеры, как я замечаю, мало кто ездит, путешествует, потому что даже едешь, когда по трассе в городе катаешься, например, когда приезжаешь, полно мотоциклистов, там порой даже устаешь рукой махать уже, не всех замечаешь, когда здороваешься. А выезжаешь на трассу, особенно куда-нибудь подальше между не Москвой, а Питером, то там, если в течение дня увидел хоть одного мотоциклиста, аж прям такой подъем, радуй, все, наконец-то, кого-то я встретил. Мало ездит. Ну, может, сейчас и побольше, но все равно в путешествии немного замечаешь ребят, которые катаются. Ну, у нас, наверное, традиция все-таки, каждый год кто-то должен куда-то ездить. Надо ездить. Не, ну, сейчас появилась традиция, вот мы ездим в Выборг на мероприятие, всем клубом у нас как-то собираются, вот у них очень так уютно на Диком пляже, да, мы туда всегда, каждый уже который год, всем собираемся, всем скопом туда все выезжают. И люди с работы отпрашиваются, и сменами меняются, чтобы туда поехать. Вот как-то вот она у нас образовалась. Тогда вопрос, наверное, Константину, или я не знаю, кто занимается вообще планированием поездок? Дорожный капитан же, да, по идее? Да. Вот на этот сезон наверняка у вас тоже есть уже какие-то большие планы, может быть, поделитесь ими? Ну, я скажу еще, еще у нас по этому поводу не было собраний, вот мы, наверное, после майских сейчас, ну, только начнем обсуждать. Вот сейчас пока холодно, пока все там к открытию готовились, тут сезон открывают, после майских, да, мы уже, наверное, ну, ближайшие там одно-два собрания, где мы будем обсуждать вот именно на это лето поездки, куда, как. Лично я, вот, о себе хочу сказать, что, ну, скорее всего, это будет Крым, скорее всего, потому что на пароме я уже плавал, а по мосту еще пока туда не ездил. На мотоцикле? Да, хочется. Ну, да. Прошлый год был такой довольно-таки тяжелый в плане того, что пандемия и все такое, как-то это внесло какие-то коррективы в ваши планы? Конечно. Или мотоциклисты не боятся ничего? Нет, внесло, внесло. Во-первых, мероприятий не было, если вы, ну, обращали внимание. Конечно, да. Фестивалей практически не было, а мы часто ездим и по фестивалям, то есть программу свою так составляем, мы едем куда-то, да, на юг, мы смотрим, там такой фестиваль, там такой фестиваль, ну, в разных городах, да, и как-то хочется, в прошлом году их практически не, до них точно не видят. То, что вот я знаю какие-то, да, не было просто из-за этого. Поэтому, конечно, он вносит свои корректировки. Бедуинс МС в студии МОТОРАДИО. Сегодня мы говорим об этом клубе, такой у нас разговор, знакомство, визитка вашего клуба, можно сказать, в эфире МОТОРАДИО. Ну, вот, допустим, я мотоциклист, не девочка, а мальчик, ну, вот, можно представить себе такое, у меня есть мотоцикл, нравится мне слово Бедуинс МС, нравитесь вы мне, мы, то есть, мне, вы, хочу вступить в ваш клуб. Что я должна сделать, прийти и сказать, вот, хочу быть членом вашего клуба, и что вы мне скажете? Ну, как, что, конечно, добро пожаловать, в том плане, что есть определенные моменты. Да, ну, вначале, как друг клуба, без нашивки мы сразу тоже не даем, ну, поездишь, хотя бы один сезон с нами, познакомишься. Вот, если желание не пропадет, потому что тоже есть же определенные моменты, и взносы, и те моменты, что и на собрании нужно присутствовать, приезжать, и какие-то, тоже мы тут сейчас клабхаус строим, потому что, ну, все это нужно будет во всем этом участвовать, и насколько ты готов тратить свое время, свободное, помимо того, что тебе хочется, еще и на клуб. Но если после этого желание, как бы, не пропадет, то, ну, все, пожалуйста, выдадим тебе первые нашивки, и начнется тебе испытательный срок. Он у нас год длится, как суппорта. Год пройдет, если желание не пропадет, да, получает проспекты, но в дальнейшем, то есть, уже, чтобы получить того же мембера, ну, это уже как путешествие. Ну, и на решение, опять же, членов клуба, потому что, помимо твоего желания, то есть, ты должен, ну, должны отношения, взаимоотношения тоже наладятся между другими людьми, потому что, как, будучи членом клуба и с кем-то быть в ссоре, с другими членами, да, ну, это, как бы, неприемлемо в любом случае. Ну, вы тут сравнивали с армейскими порядками, с некоторыми, а, скажем, момент дедовщины в мотоклубе, он присутствует? Обязательно, а как? Не, ну, если там, как бы, молодой, ну, где-то, ну, может быть, там, лишний раз чашку помой. Ну, у тебя есть, у тебя же есть желание, ну, как бы, например, когда я вступал в мотоклуб, мне не надо ничего было заставлять что-то делать даже по клубхаусу, я перед собраниями тоже сам приезжал первым, что-то там, где-то, где-то лишний раз там прибраться, где-то подготовить, то, чтобы собрание прошло. Ну, как бы, если твое это желание есть, ты сам это будешь делать, вот. Ну, и у меня плюс принцип, я никогда от людей не требую больше того, что я сам делаю, ну, то, что я делаю, то я буду требовать, а то, что я не делаю, я этого тоже требовать не буду, ну, как-то так. Ну, а для того, чтобы оставаться членом клуба, помимо того, чтобы присутствовать на собрании, все-таки должны быть какие-то поездки у человека именно в вашем клубе? Не, ну, это обязательно, если не будет дальних поездок, он, как бы, ну, и никогда полноценным членом клуба не станет, до тех пор, пока не совершит дальнюю поездку, так минимум, одну. Да, обязательно. Ну, и, опять же, это все на решение членов клуба, у нас же все-таки, ну, как и везде, по факту, методом голосования принимаются. Методом голосования выбирается также и президент? Да, конечно. То есть... Так же могут методом голосования сказать, что и сменить президента, это как бы... Ну, я что-то... Хотя нет, бывали, конечно, случаи, да, бывали, даже я такие припоминаю некоторые, ну, не будем о грустном. А вот вообще, для того, чтобы стать президентом, это какие-то должны быть особенные черты у человека? Я даже не знаю, у кого из вас спросить, это у президента или у дорожного капитана? Нет, ну, это же принимает решение клуб, общее собрание, и если все отдали свои голоса за этого человека, ну, значит, полностью ему доверяют, и все. Тут как бы... То есть, ну, понятно делали, определенные лидерские качества, авторитет, уважение. Обязательно, конечно, конечно, он примером должен быть, даже в тех же поездках, да, там, ну, всегда как бы вот идеально даже вот, ну, если мы обратно к поездкам, да, к нашим, вот, вернемся, Идеально всегда, чтобы ехал кто-то старший, да, мембер, да, по званию там, ну, уже офицер, и с ним там, те, кто вот только вступили, чтобы он как бы своим примером, да, вот, Элвис, он, ну, ездит, он много ездит, и, ну, как бы, уважение к нему в клубе, конечно, присутствует. — Константин, а вот вы, как дорожный капитан, занимаетесь также порядком построения колонны, вот, например, на открытие сезона, или как это вообще происходит? Это входят в ваши обязанности? — Ну, колонну, ну, здесь не чисто мои, тут, как бы, и президент, как бы, больше, да, он, кто там с флагом, кто на правом фланге, на левом, как бы, ну, вместе выстраиваем, а вот если куда-то далеко едем, да. — Да, вот именно своей группой, когда вы едете куда-то? — Ну, да, там, как бы, ну, все равно, если в колонне едет президент, то он все равно, как бы, он выше рангом, да, и его команды, они, как бы, важнее, ну, они первоочередны, а моя работа, в большей степени, это прокладка маршрута, да, самого, как поедем, в какие города будем заезжать, там, с какими клубами встретиться, ну, вот, это, как бы, дорожный капитан, это более такой вот. — А вы заранее как-то так же планируете такие встречи, то есть они не случайны, да, например, вы едете в город Оренбург, да, или куда-то там, или у вас есть какой-то мотоклуб принимающий, да? — Ну, да, у нас много знакомых в разных городах, и вы должны заявлять, что мы едем, там, такого-то числа будем у вас. — Ну, чтобы никак снег на голову упали, все-таки предупредить ребят, потому что они тоже готовятся, не, ну, они тоже готовятся тебя встречать, у нас там хорошие друзья в Рязани, в Туле, и, понятно, что им позвонишь, скажешь, что я вот мимо, ну, мы будем мимо вас приезжать, вашего города, они хоть, ну, подготовят стол, как говорится, накроют, да, что-то соберутся. — Ну, да, если они к нам поедут, так же они нас предупредят, мы их тоже будем встречать, соответственно. — Конечно. — А если едем в какой-то город, где не знаем никого из клубов, ну, тут, конечно, интернет где-то в помощь, но ищем контакт, созваниваемся, говорим, что так и так будем мимо вашего города, хотим познакомиться, ну, и так же назначаем встречу, приезжаем. — Вот так обычно все происходит. — У меня еще такой вопрос, я с самого начала хотела задать, почему, собственно, Элвис, Элвис Пресли жив? — Да-да-да, еще люди спрашивают, потому что поете, я говорю, нет, в прошлой жизни отпел. Ну, наверное, потому что люблю рок-н-ролл, когда-то не был бородатым, были только бакенбарды, кто-то счел нужным, что чем-то похож, я не знаю почему, ну, вот и пристало. — Ну, хорошо, это, я считаю, что это очень почетно вообще, лично мне так кажется вообще, тем более в духе моторадио, потому что Элвис для нас не пустое имя, к тому же он жив, как известно, несмотря ни на всякие страшные слухи. Вы, кстати, верите вообще в теорию заговора такую вот о том, что, скажем, Элвис Пресли жив? — Ну, так, наверное, про многих великих говорят, да. — Ну, раз о планах на этот год пока еще неизвестно, что же еще-то хотела я вас спросить. Ну, естественно, женщин вы не принимаете, да, у вас нормальный МС. — Да. — Ну, слава богу, хотя бы в этом, да. — А вот само формирование клуба, или это было еще до того, как вы стали его участниками, то есть я знаю, что есть мотосовет в городе, на него приходят молодые клубы, представляются, демонстрируют свою там символику и все такое, принимают их, не принимают, ну, всех принимают, как правило. Вы это проходили или это было до вас еще? — Нет, до нас это было, но да, проходили. — Все клубы это проходят? — Это все клубы проходят, и наш клуб тоже это проходил. — Ну, тебе-то, ну, тебе же нужно заявить, что вот, вот мы такие, вот мы сейчас, ну, это обязательно. — Почему, может быть, вы тоже знаете, хотя не вы придумали это название, B2MS MC, откуда это произошло? — Частично тут связано, опять же, ну, название клуба придумать, особенно в современном мире, когда очень много клубов, сложно, потому что твое название не должно быть, опять же, быть похожим на другое, потому что, ну, если у тебя будет название одинаковое с каким-то другим клубом... — Ну, все хотят быть волками, все хотят быть какие-то еще там, да, да, где-то могут же спросить, потому что, кто тебе разрешил, да, и называться одинаково с кем-то другим, тоже этого не хочется. А так как изначально клуб все-таки планировался, клуб мотопутешественников, кто-то придумает созвучное, ну, вот, бедуины, тоже кочевники с места на место, как бы не живут на одном месте, вот, ну, наверное, как-то вот это просто... Нашлась аналогия, если ты можешь, ну, похожесть хотя бы. — У меня просто первая ассоциация была, когда я прочитала «Бедуин с МС», я искала людей, собственно говоря, в челме, там, каких-то людей, там, да, в арабском колорите. — Ну, вот наш в прошлом президент, он, конечно, молодец, он на самом деле доехал до пустыни Сахара на мотоцикле, до настоящих бедуинов, у них погостил, как бы, ну, вот, отметился. — Ну, ребята, я хочу вам сказать спасибо за то, что вы пришли, как я понимаю, это ваше такое первое интервью, серьезное, но лиха беда начала, вот, и если, конечно, вы собираетесь проводить что-то, то мы всегда готовы поддержать вас информационно. Я напомню, что в студии сегодня у нас в гостях были президент мотоклуба «Бедуин с МС» Максим Григорьев, он же Элвис, и Константин Майор, дорожный капитан. Я желаю вам удач всяческих, хороших, длительных, увлекательных, интересных, безопасных, само собой, разумеется, поездок, и новых, приличных членов вашего клуба. — Спасибо. — Или вы не гонитесь за количеством? — Качество важнее. — Качество важнее, конечно. — Качество важнее, да. Ну, мы всегда будем рады, если хорошие люди. — Новым, хорошим людям мы всегда рады, конечно. — Всегда рады, всегда. — Спасибо и до встречи. — До встречи, спасибо. — Спасибо. — Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...